В работе заседания Координационного совета приняли участие заместитель главы администрации Ленинского района Александр Усков и представители 34 общественных объединений муниципалитета. Началась встреча с приятной минуты. Собравшись и поздравили с юбилеем председателя Ленинского районного отделения Всероссийского общества охраны природы Наталью Калинину. Далее перешли к повестке дня, главным пунктом которой стал вопрос, связанный с изменениями оплаты за услуги ЖКХ. Так, с этого года действуют другие правила обращения с отходами и введены новые тарифы на вывоз мусора для населения. Реформа призвана упорядочить эту сферу и сделать ее прозрачной. Первые изменения жители увидят в платежках 2019 года. Была единая строка за содержание жилого помещения для жителей, в том числе услуга за вывоз мусора. Теперь она выведена отдельной строкой, я сказал, что в разных платежных документах. Либо через МОС «Энергосбыт», либо через МОС «Обл.Ирс». Теперь Ленинский район обслуживает Каширский региональный оператор. Расценка за вывоз мусора для жителей многоквартирных домов составляет 8 рублей 32 копейки за один квадратный метр. Что касается частного сектора, то здесь введена тарифная сетка в зависимости от общей площади строения. Например, за дом от 50 до 100 квадратных метров платеж в месяц 200 рублей, а за метраж 100-150 – 400 рублей. Приятная новость ожидает всех неработающих пенсионеров. Им предоставлена скидка 30 и 50 процентов, а люди старше 80 лет и вовсе освобождены от оплаты. Рассказал Александр Усков и о новом стандарте сбора мусора – двухконтейнерной системе, где серые баки предназначены для бытовых отходов, а синие – для сухих, таких как пластик, стекло, макулатура и металл. Под мониторинг управляющей компанией регионального оператора 2300 контейнеров серых. Сегодня мы поставили пока 1441 контейнер. И нам потребуется, казалось бы, сегодня вы видите по одному контейнеру синему, но мы приняли решение вместе с региональным оператором поставить 895 контейнеров синих, то есть где-то по два. Задержка связана с небольшим количеством заводов, производящих такое оборудование. Впрочем, по заверениям властей, уже до 1 мая появятся на своих положенных местах все серые контейнеры, а до 1 июня – все синие. Тема вокруг вывоза мусора острая, вопросов по ней было немало. Но нашли время участники Координационного совета и на обсуждение других насущных проблем. У нас в районе нет спорта для инвалидов. Нет. У нас единственный бассейн в Гульнары, в который ходят дети, спасибо ей большое. Она говорит, я не в состоянии еще взять 18+. А молодежь 18+, им же тоже хочется где-то что-то прийти и чем-то позаниматься. Ситуацию прокомментировала исполняющая обязанности начальника управления по делам молодежи, культуры и спорта администрации Ленинского района Ольга Амарова. Мы прорабатываем сейчас открытие отдела по работе с инвалидами при Дворце спорта города Видное. И для того, чтобы, так сказать, что-то преподавать инвалидам, этот человек должен быть специально обучен. Не просто тренер, дошел он со всеми, он специально должен обучен быть работе с инвалидами. На создание этого отдела уйдет примерно два месяца. Екатерина Коваленко, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ.